В большом магазине, где выбор просто огромен, несложно растеряться и потеряться. Поэтому, конечно, чтобы этого не произошло, лучше предварительно составить список продуктов, мысленно проложить маршрут от отдела к отделу, ну и задать себе примерное время, заложив при этом минут 20 на непредвиденное обстоятельство в виде какой-нибудь новой акции или предложения от гипермаркета. И еще важный момент – никогда не ходите в супермаркет голодными. Но уж если так сложились обстоятельства, забегите вначале куда-нибудь перекусить, поверите, так будет намного лучше и дешевле. Ну все, на этом ликбез закончен, переходим к самой главной задаче. Список есть, примерный маршрут обозначен, поехали. Ну и первый пункт – это кролик. Мясо диетическое, нежное, позволяющее готовить прям-таки ресторанное блюдо. Кстати, теперь совершенно не обязательно покупать целого кролика, можно выбрать отдельные его части, которые требуются для определенного рецепта по мясисте, кусочки – это задние лапки, ну а для супа. И вкуснейшего бульона подойдет больше передней части. Я выбираю известный бренд, которому доверяют великан. Мясо всегда сочное, нежное, самое главное – свежее. Вообще я рада, что мясо кролика так активно возвращается на наш стол, сняв ту же самую курицу, говядину или свинину. Если вы однажды купили кролика, и он вам не понравился, значит, вы не совсем правильно его готовили. Будем тренироваться. Сегодня я задумала приготовить кролика в миндальном соусе, ну а на гарнир сделаем такой полезный, витаминный зимний салат – миндаль. Своего фирменного кролика я дополню еще стандартным набором приправ – петрушка, лук, чеснок. Ну а вот теперь гарнир. Его я выбирала, исходя из времени года. Все-таки он должен быть сытным витамином, ну и ярким. Основа и элемент, отвечающий за сытость – это крупы, чечевица и булгур. Булгур. Обожаю эту крупу. Не надо думать, что это что-то экзотическое. Это все знакомые нам пшеницы, обработанные кипятком, высушенные. Булгур можно есть не переставая. Он очень легко готовится. Можно даже залить его просто кипятком. Ну и чечевица. Сортов ее много. Сегодня мне понадобятся самые яркие, насыщенные. Вот такая желтая, турецкая, колотая. Меня ждет. Немаловажная роль принадлежит заправке. Ее можно все испортить, а можно наоборот. У меня сегодня идеальное сочетание оливкового масла плюс гранатовый соус. У него такой приятный, терпкий вкус с кислинкой, а это то, что нужно нашему салату. Да, согласна, он немного дороговат, такого флакончика хватит, надолго берите, не думайте, это просто витаминная бомба. В принципе, все. А вот и непредвиденное обстоятельство. Отдел с семенами – это тоже еда, только в перспективе. Огород нынче в моде и по многим причинам. Кстати, чтобы вырастить у себя свежую зелень или даже помидорки, совершенно необязательно ждать для этого тепла. Сейчас продается все необходимое для того, чтобы организовать огород у себя дома. Я думаю, что со всем этим самостоятельно сложно разобраться, поэтому в ближайшее время, обещаю, приглашу специалистов, будем готовиться к посевной еде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok